Девушки отдыхают Ты чел, ты там в клипах снимаешься, у тебя песни, ты бизнесы там всякие, ты резидент камеди Дорогие школьники, я не всегда был таким, скажу вам честно Вот сейчас я вам просто покажу фотографию примерно из того времени, когда я заканчивал школу Пожалуйста, пам-пам Посмотрите, что это за худой тюремщик Дорогие школьники, ваша внешность сейчас не имеет никакого значения Вот я сейчас покажу фотографию одного известного человека Пожалуйста, пам-пам Да, посмотрите, приятный, милый, классный парень, офигенный, да? Но мы все знаем, что мальчики, когда вырастают, становятся грубее, мужественнее, брутальнее Все кто угодно, друзья, но только не он Пам-пам Да, это Сергей Зверев, друзья Посмотрите, верните фотографию детскую После того, как мы знаем, каким стал Сергей, да окажется, что у него из-под свитера уже торчит платье Сейчас покажу фотографию, друзья, не знаю, угадаете вы или нет Внимание, кто это, как вы думаете? Это Нига Это мистер Блэк Стар Это Тимоти Вот каким он был Как сейчас теперь выглядит Тимоти? Вот как он выглядит Посмотрите, крутой, накачанный, весь в татухах Есть еще следующая фотография Посмотрите, Тимоти, скрипка и отвернутый человек Как вы понимаете, музыка Тимоти никогда не нравилась людям Помните его строчки, которые Блэк Стар, золотой ребенок, привыкший к люксу, уже с пеленок? Тиман, пеленки мы видим, где люкс? Какой-то люкс Ковер с скрипкой и одни трусы на двоих Все были в детстве такими, друзья, все были такими, а потом уже становятся крутыми Внимание, следующий крутой персонаж нашей эстрады Тан-тан Ребята, это девочка с рыжими волосами, классная девчушка, это... Пам-пам-джиган Прикиньте! Да, посмотрите, глядя на эти две фотографии, можно сказать Вот тебя, сука, помотало, а? Но вы понимаете, что на этой фотографии где-то ему год, а на этой уже ну лет 30, наверное? Но где-то же был период посередине, понимаете? Где-то джиган лет в 15, наверное, выглядел вот так Представляете? Просто атак Аплодисменты всем нашим крутым рэперам Вы не были такими крутыми, мы знаем Или вот, попробуйте угадать, кто это, детская фотография Не угадайте никогда Жириновский С детства смотрит на всех людей, как на говно Есть еще одна детская фотография Жириновского Покажите вот это Посмотрите, ничего необычного, Жириновский душит кролика Потому что кролик-коммуняка, тварь, разворовал весь огонь Сибирь его в поезд и увезти отсюда Так, ладно, покажите следующую фотографию Этот непричесанный чмошник Егор Крит Современный секс-символ, да Егор, аплодисменты тебе, мы нашли фотографию Это Егор в седьмом классе А какой он сейчас крутой, офигенный Егор так же, как я, из Пензы, друзья На этой фотографии у Егора в руках красный телефон У меня только один вопрос к Егору Егор, как ты с красным телефоном в Пензе выжил? Вы все знаете Григория Лепса, да? Вот его фотография из десятого класса Посмотрите, на этой фотографии реально у него меньше всех шансов стать звездой Посмотрите, рядом какой красавец по фамилии Присич А? Это он должен был выходить на сцену кремлевского зала Чтобы объявляли на сцене А Присич, и он в белом галстуке А не вот старый мальчик рядом с ним А теперь, внимание, сюрприз Поехали, врубайте Да, это Стас Михайлов, друзья Представляете, какой был человек, а? Дайте хорошую фотографию Стаса Михайлова, обычную Посмотрите, да? Ну вот по нему сразу видно, что человека ждет большое будущее Он уже лет в восемь, в девять выглядел так, что если ты женщина, хочется развестись, надеть андаторовую шапку и пойти на его концерт Красавец, молодец Внимание Звезда Король эстрады Мистер Византийской плащ Ай-ай-ай-ай-ай Филипп Киркоров А-а-а Да, лапочка? Посмотрите, среди девочек в классе Филипп самый красивый Посмотрите, какой довольный у него взгляд Наверное, уже украл у одноклассника песню и сидит с ней Спрятал в ладошках Как вы понимаете, по этой фотографии, судя по году рождения Филиппа, ему это где-то сейчас 75-й год на дворе 75-й год Внимание, вот как в 75-м году выглядела будущая жена Филиппа Киркорова Алла Пугачева Оп! Конечно, нужно же показать еще и фотографии Максима Галкина 75-го года Внимание, фотографии Максима Галкина 75-го года Да, так и было Слушайте, ну теперь давайте, наверное, о наших, да? Резиденты Камеди Какое представление о них? Богатые, харизматичные, офигенные, наглые, красивые И это все только Батрудинов Кстати, Батрудинов не всегда был таким Посмотрите, вот фотографии Батрудинова Какая лапа, да? Тимур, какой ты был хорошенький Это сейчас, это знаменитый холостяк, который ходит, всем говорит Ты примешь эту розу, не примешь эту розу Но я по этой фотографии уже вижу, как Тимур на детских утренниках подходил к девочкам И ты примешь этого крокодила Реально Есть вторая фотография Тимура, где он повзрослее Посмотрите Оп! Это последняя фотография, на которой Тимур девственник Потому что во взгляде уже видно, что Сейчас что-то начнется Уже понятно, что это завидный холостяк. Будущий красавец. Мистер кинотела. Но по этой фотографии не скажешь, что через несколько лет на этой сцене его ногу будет трахать Харламов. Вот как выглядел Харламов. По этой фотографии понятно, что Харламов родился Эдуардом Суровым. Гарик Мартиросян, который здесь в зале. Гар, тебе аплодисменты. У нас есть свои фотографии тоже. Смотрите. Какой хорошенький, да? Уже сидит, пытается нарисовать логотип Камеди. Есть еще фотографии Гаррика с твоего детства. Смотрите. Опа! Человеку два года, а он уже Вася таксует во всю. Посмотрите. Крутые 22-е диски. Заниженный олень. Тонированный олень. Олень без верха. Кабриолень. Без номеров, без прав, без документов. Смотрите. Ломится через сплошную. Все как сейчас. Только еще не волосатые ножки и нет ковра на груди. Покажите детскую фотографию. Кто это? Демис. Да, представляете, это Демис Корибидис. Такой красивый ребенок, да? Ангелочек. Посмотрите, как будто это сын Пола Маккартни и Криштиану Роналду. Посмотрите, какой хорошенький. Демис до 10 лет жил в Греции. И так он выглядел в Греции. А в 10 лет он переехал в Геленджик. И за один год из молодого грека он превратился в старого грузина. За один год. Но это Демис. Неважно, в кого он превратился. Мы его любим таким. И поэтому, молодежь, не парьтесь по поводу своей внешности. Просто верьте в себя, ребята. Как я верил в себя все это время. И поверьте, если бы я не верил в себя, я бы не стоял на этой сцене. Счастья, любви и удачи. Пока!